Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами едим роллы. Если ты не подписан на меня, подпишись, ты поможешь развитию моего канала. Плюс подписывайся в телеграм, там не настоящий, меня там много и мы там реально дружим, общаемся и вообще все, кто в телеграме, мы best friends. Сегодня мы едим роллечки, 100 штук. На самом деле их 80, я в описании напишу, что 100. Ну вот так, ребят, кликбейты, кликбейты. Я хочу есть очень сильно. Давайте начинать. Давайте будем вот так прям идти. Ребят, да, я заказала 100 штук. Я заказала 80. Почему так? Почему роллы? Все просто. Я давно не ела роллы. Это раз. И два роллы хорошо смотрят. Все любят роллы, правда? Поэтому с вами сегодня едим роллы. Дорогие мои, я реально вижу, сколько людей смотрят без подписки. Пожалуйста, подпишись. Хотелось, знаете, о чем поговорить? О том, что я ненавижу. А именно. Вы знаете, я вот реально смотрю русских мукбангеров. Некоторые ребята вот меня спрашивают под видео. Кого ты смотришь из мукбангеров, кто тебе нравится. Но, ребят, честно скажу, мне кажется, русские мукбангеры это просто извращение. Вот. Назовите мне хоть одного, который нормально снимает. Из крупных, вот кого я реально смотрю, но я вообще мало кого смотрю из мукбангеров, потому что, когда сам снимаешь, уже, знаете, не очень хочется еще и кого-то смотреть по этой теме. Потому что я свои-то видео пересматриваю по 10 раз. Ну, вот я сейчас сняла, потом скину, буду монтировать. Короче, ты засматриваешься уже. Поэтому я уже давно не смотрю. Но хорошо снимает, вернее, правда, правда. У нее красивые видео. Вот. Но кто еще? Вот, ребят, скажите, кого вы еще смотрите? Очень нормальные. У нас какие-то соседи появились просто шизанутые. Они сверлят. Вообще раз сверлили выходной вообще. Я же поду жаловаться реально. Есть, допустим, Верняева. Но кто еще? Меня вообще поражает. Еще, знаете, такая Айка снимает тоже. Но она снимает, вот у нее 300 тысяч подписчиков. Знаете, а вот формат съемки как будто бы у нее там 10 тысяч подписчиков. Знаете, сам свет, камера, еда. Ну, то есть, ну, наверное, она каждый день снимает. Она не может, да? Там постоянно делает столы, но... Кошли, сосисись. А ты знаешь, там ешь. Сегодня мы едим сосиску с пюрешкой. Ну... Честно, я такое не понимаю. Ну, она-то ладно. Но в целом... Российский макбангер это просто реально... Это жесть. Это, ну, как бы... И, вы знаете, я снимаю в этом стиле. Я вижу, как люди другие снимают. Им даже как-то неудобно. Знаете, продолжают делать макбанги. Но... Кто-то должен делать, да, чуть более там со вкусом. И там не только есть, там, знаете, какую-то такую еду. Типа, мы едим кашу гречневую. С каким-нибудь там, с печенью. А, ну, как бы... Снимать нормально, красиво. Стараться делать картинку, делать свет. А не снимать, там, знаете, на какой-то там телефон. Без света, просто без всего. Честно, хотелось выговориться. Ребята, все роллы норм. Вот эти суховаты. Так обычно я всегда заказываю в этой доставке. Знаете, вот, бывает, роллы закажешь. Там, типа, где по 600 рублей штука, по 700. Ну, и как-то, знаете, особо много не закажешь. Вот эту доставку я заказываю. Ну, цена-качество. Они не очень дорогие. Но они съедобные. Они реально вкусные, нормальные роллы. Потому что... Ну, иногда, знаете, мне кажется, ну, честно, неадекватная цена на роллы. Во всех магазинах, в ресторанах. Ну, что такое ролл, да? Два куска рыбы, рис, сливочный сыр. Я не делаю такие цены. Для меня реально, знаете, дорого. Для меня 700 рублей дорого. Можете сказать, что стану богатой. Или для меня, допустим, взять... Вот этот весь сет мне обошелся... Там, скидка, все дела, в районе 2000. Две с чем-то. Допустим, если бы я заказала в каком-то другом месте, мне бы он обошелся то же самое количество в 7000. Или во сколько там? 2005. Ребята, я обещаю сниму премиальные роллы. Посмотрим. Сравним. Но эти ничем не хуже, честно. Они вкусные. Нежные. Легко жуются. Ну, так вот. И по поводу. То есть люди реально снимают трэш. И, не знаю, может быть, во многих странах. Типа, не знаю, в Индии. Такие, да, наверное, тоже мукбанги. Но почему-то вот то, что я вижу, корейцы, да, снимают. У нас вообще такого нет. Короче говоря. Если вам нравятся мои мукбанги, ставьте лайк. И пишите, кого вы смотрите из мукбангеров. Потому что... Я кого не посмотрю. Мне, честно, плохо становится. Именно в России. Знаете, типа, флик-шоу. Все какие-то проблемы с детьми. Мукбанг. Наши пятеро детей. Вот мы там сварили килограмм сарделек. Здесь. Такое вот сегодня видео, знаете, вы говорите. Даже на вопросы никакие не хочу отвечать. Хочете просто поесть, поболтать. Вчера ходила на день рождения к подруге. И, знаете, немного выпивала. Но вот честно... Раньше я могла реально там пить, веселиться. Там, не знаю. На следующий день мне было хорошо. Ну, то есть, мне не было плохо. Не болела голова. Сейчас же... Вообще. Ну, сейчас плохо. Я вчера вообще немного выпила. Но мне реально было плохо. Сегодня вот я прям... Ну, не хотела вообще ничего делать. Поэтому решила заказать роллы. Поесть. И я, девочки, знаете, к чему прихожу? Потому что я, в принципе, хочу отказаться от алкоголя вообще. У меня от него... Вообще нет никакого удовольствия. Ну да, я ссорюсь веселее. Но на следующее утро мне плохо. Нереально плохо. Даже от небольшого количества, понимаете? Раньше как-то я легче переносила. Это мудрая мусорь, которая мне пришла в голову, что, в принципе... Наверное, я откажусь от алкоголя. Не прям вообще, да? Бакаловина можно выпить, но не больше. Знаете, есть такая степень. Вот ты выпиваешь. Тебе вроде уже хорошо. Алкоголь такая вещь, что тебе хорошо, а ты как бы, ну, по инерции, да, как бы. Продолжаешь, продолжаешь. Типа, чтобы стало еще лучше. А как бы там лучше не становится. Поэтому, ну, как бы, бокал окей. Два окей, но не больше. Потому что это бессмысленно, абсолютно. Это бессмысленно. Только на утро потом болит голова. Вот так вот. Девочки, сейчас осень. Честно, мне осень вообще не нравится. Уже, знаете, даже не осень, а такая зимняя пора. Я в шоке просто, что во-первых, зима начнется. А во-вторых, нужно будет искать работу. Девочки, я без работы, знаете, сколько уже? С лета. И Юра, где-то так. С лета и все, надо искать работу. Ну, как бы, так тоже, знаете, невозможно сидеть и что-то ждать. Надо искать работу. Если вам у вас есть работа, пишите мне. Я рассмотрю ваше предложение. Короче, после Нового года сейчас уже ладно, как бы. Че тут? Начало декабря. Вот. После Нового года буду искать. Как-то раньше, знаете, у меня было такое. Я вообще, чтобы не работала так долго, такого не было. Я все время работала. Все время. У меня был, знаете, перерыв ну, две недели между местами работы. Такого долгого перерыва у меня не было. И вот, когда случается такой длительный перерыв, у тебя немножко мозги, знаете, встают на место. То есть, ты успеваешь подумать, понять, что тебе хочется, потому что до этого я просто не слазь, как сумасшедшая. И за новое место ушла. Скорее, скорее надо искать что-то новое. Продолжение следует... Продолжение следует...